Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Продолжаем с вами читать 48 главу невидимой брани святого преподобного Никодима Святогорца. И в главе мы с вами читаем о том, как научиться молиться. И здесь нам даются некие очень хорошие рекомендации. Так вот, следующий. Номер четвертый. Перед самым началом молитвословия поставь себя в присутствие Божие до сознания и чувства его с благоговейным страхом, и восставь в сердце живую веру, что Бог видит и слышит тебя, что Он не отвращается от молящихся, но благоволительно взирает на них, и на тебя в час молитвы сей. И окрылись упованием, что Он готов и исполнить, и действительно исполнит прошение твое, если оно душеполезно для тебя. Правда ведь очень важное состояние, очень важные мысли, очень важное настроение, о котором здесь говорится. Да вспомни, перед кем ты сейчас будешь находиться, как ты будешь молиться. Сам Бог будет внимать тебе, да исполнись верой в это, что Он находится рядом и видит, и слышит тебя, и может сделать все-все-все, все, что ты просишь. Он желает даже это сделать, если это полезно для души твоей и для тебя самого. То есть настрой себя вот на такую веру. То, что действительно, наверное, нет ничего более печального, чем молитва с сомнением, чем молитва без веры, чем молитва, которая ослаблена вот этим духом уныния, когда слова человек даже произнести твердо не может. Все внутри него колеблется, ропщет, унывает, печалится, и с каждым словом слабеет. То есть если он считает, что Богу до меня дела нет, Бога рядом нет, Бог меня не слышит, не видит, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, на такой молитве никакого толку нет. То есть, конечно, так поступает человек, никогда не научится молитве. То есть нужно себя приготовить, да, вот эти вот, как сказано здесь, поставь себя в присутствие Божие, да, сознание и чувство Его, да, поставь себя с благоговейным страхом, и в сердце вложи живую веру. Дальше, пятое. Настройсь так, изрекай молитвы свои, все усильно углубляясь в них, и всячески заботясь о том, чтоб они исходили из сердца, как твои собственные, хотя они заученные. Не дозволяй вниманию своему отклоняться куда-либо и мыслям твоим улетать на сторону. Как только осознай, что это случилось, возврати мысли свои внутрь и начинай пиать молитвы с того пункта, с которого внимание твое отклонилось на другое что. Заметь, что внимание не рассеивается, когда сердце бывает в чувствах молитвенных. О сих чувствах потому и пекись, паче всего. Не дозволяй себе спешить в молитвословии, а все его благоговейно, как священное дело, с терпением доводи до конца. Человек, старайся, старайся так, чтобы все, что ты говоришь, исходило из твоего сердца. До этого здесь нас учит преподобный отец. Старайся каждое слово молитвы проживать, как действительно то, что тебе нужно больше всего. Настраивай себя на это, думай об этом, когда готовишься к молитве. Да, если рассеиваешься, возвращайся к тому месту, с которого внимание твое ушло. То есть старайся делать, делать качественно. То, что вот, наверное, одна из причин, почему у нас такие слабые молитвы, такие вот мы слабые молитвенники, что вот некачественно мы это дело делаем. Как-то вот сразу не получается, и человек уже готов как-то все оставить и бросить. И как часто мы себя оправдываем тем, что я не могу молиться, я не умею молиться, мне тяжело молиться, умы постоянно рассеиваются, молитвы мне внимательно. Сеет умы об этом, исповедуем это как грех. Но, к сожалению, мало что меняется. Вот нужно помнить, что само по себе оно здесь не изменится. Для этого-то нам Бог и дает вот книги подобные этой, что человек, вот тебе руководство для твоей деятельности. Делай, делай, учись, снова старайся, упал, встань. Помни, что всякому делу нужно научиться. Не нужно ждать, что в какой-то момент мы проснемся утром, и все у нас внутри там кипит и горит молитвой. Нет, как говорится, молитву Бог дает молящемуся. То есть успехом мечается труд какой-то. А если труда не будет, то результата не будет никогда. Вот и снова можем для себя прочитать, что делай, дело молитв благоговейно, так как священное дело, с терпением доводи его до конца. Если среди молитвословия в таком настроении и порядке какой-нибудь предмет молитвы особенно падет тебе на сердце, окует твое внимание, как по обстоятельствам близки к тебе, и вызовет у тебя собственное молитвенное слово, не попускай сему случаю пройти мимолетно, но остановись на нем и молись своим словом, пока удовлетворится породившееся молитвенное чувство или потреба. Ну, здесь вот говорится о том, как молиться своими словами. Об этом будем читать дальше. Будут как бы отдельные размышления, рассуждения по данному вопросу. Но вот тем не менее здесь вот уже уделяется тому внимание, что чувствуешь, что во время молитвы что-то особенно тебя задело? Остановись. Остановись. Подумай, поразмышляй, порассуждай. Помолись своими словами об этом, о том, на что сердце отреагировало. Наполнись вот этим вот чувством молитвенным. Если потрудишься так совершить молитвословие, то вынесешь из него молитвенное настроение, которое позаботься сохранить сколько можно в силе. Для сего не тотчас кидайся на обычные дела и никогда не думай, что совершив свое молитвенное правило, ты все закончил в отношении к Богу, и что тебе можно теперь дать волю своим мыслям и чувствам. Нет, ты во весь день должен стараться держать себя так, каким ты был на молитвенном правиле. Чтобы это поддержать, не забывай, что перед Богом ходишь, и его десницей держим ясин от бездны ничтожества. И содержайся в мысли, всякое дело свое и большое и малое совершай, как Бог того хочет. У него и спрашивай на то благословение. И ко славе имени Его обращай все. То есть вот смотрите, да, что здесь нам сразу же советуют. Во-первых, постарайся, да, молиться так, чтобы вынести из молитвы вот это молитвенное настроение. И вот дальше ведь что важно? Пусть не закончится вот это молитвенное состояние кончанием слов молитвы. Вот правило прочитал и как бы всю точку поставил, и все вот-вот прошло. Нет, постарайся это состояние в себе сохранить. Сохранить в своем сердце, сохранить в своем уме. Да, и как вот здесь говорится, после молитвы не бросайся сразу в обычные дела вот всем своим вниманием. Ну, если, конечно, того не требует какая-то жизненная ситуация. Вот. Постарайся вот удержать себя вот это вот состояние благоговения, состояние сосредоточенности, состояние вот этого какого-то священного трепета, состояние умиления, если такое пришло. То есть держи его в себе, позволь ему и сердцу вот быть в этом. Не убирай это из себя, потому что это для тебя, человек, нужно. Да, ну и себя поддерживай тем, что размышляет. Ведь Бог-то ведь везде, не только Он рядом с нами, когда мы молимся, взываем к Нему. А во всяком деле в нашем, во всякой жизненной ситуации мы всегда находимся в присутствии Его. Соответственно, насколько полезно, да, человеку помнить об этом. И в присутствии Божьем находиться вот в этом вот молитвенном состоянии. Вот как здесь сказано, не забывай, что пред Богом ходишь, и Его рукой ты держишься над бездной ничтожества. Да, вот слово такое здесь вот выбрал переводчик, стихи, феофан Затворник. Что, то есть человек, ты сам по себе, ты не имеешь никакой цены. Нет ценности в тебе никакой совсем. Да, ничтожество. Вот, но по воле Божьей ты призван к жизни, и жизнь твоя, она драгоценна в очах Божьих. Ну, не потому, что ты такой, да, а Бог пожелал так, чтобы было. И вот Он поддерживает твое существование. Помню об этом, и пусть твое сердце будет вот эта благодарность к Богу и благоговение перед Ним. Да, как дальше сказано. И всякое дело, что большое, что мало, делай так, как Бог того хочет. У него и спрашивано то благословение, к славе имени Его обращай все. Конечно, кто-то может сказать, очень это все сложно. Сложно это вот, настолько это вот тяжело мысли свои держать вот здесь, вот на этих предметах. Но опять же, что сложно в начале, становится менее сложным в процессе. То есть всякий путь начинается с первого шага. Всякая нука начинается с каких-то азов, начинается с чего-то малого. Начни человек вот так, начни упражнять себя в такой памяти, в таких размышлениях. Видишь, что довольно скоро появляются результаты. Действуя так, ты до самого вечернего своего молитвословия дотянешь в добром молитвенном настроении. Совершив и вечернее правило таким же образом, ты ночь проспишь добре. И вот у тебя сутки доброго молитвенного настроения. Проводи так день за днем, и в несколько месяцев, а может быть и недель сделаешься сильным молитвенником. И молитва, как неугасимая лампада, начнет непрестанно теплиться в сердце твоем. Вот даже здесь указываются нам временные границы. Что-то если вот поступать по данным советам, довольно скоро ты человек можешь прийти в такое вот хорошее молитвенное состояние. То есть молитва, она уже станет твоим достоянием. Так как было сказано выше, что ты как будто молитвослов в себе будешь иметь, носить с собой. Что тебе не нужны будут какие-то внешние помощники. Ты всегда будешь в этом удивительном состоянии. Приложу еще одну правильце, а именно непрерывность такого делания молитвенного от начатия его до преуспеяния в нем. Если же ныне ты хорошо помолишься и поддержишь себя в молитвенном настроении, а завтра дашь себе волю и проведешь день распущенно, то так действуй никогда не успеешь в молитве. Это будет то же, что строить и разрушать. И можно дойти до того, что молитва совсем заглохнет и душа сделается негожей для нее. Начавшей надо терпеливо пребывать в молитве, не ослабевая и себе не поблажая льготами и вольностями. Вот тут очень хорошее всем нам напоминание, что пусть это постоянно будет в тебе, постоянно. Пусть немножко, по чуть-чуть, но ты будешь двигаться вперед. А не так, что сегодня ты взялся за себя, постарался, помолился, со вниманием своим последил, за сердцем своим последил. Вроде бы что-то получается, воодушевился, а завтра решил вроде бы и отдохнуть. Что мол, ну ладно, вчера же хорошо помолился, но сегодня можно не так внимательно молиться. А вот, мол, завтра там снова начну. Ну, как опыт показывает людей, что толку будет мало, или вообще не будет, или вообще будет так, что молитва совсем закончится. То есть нет, нельзя здесь. Молитва – дыхание души нашей. Мы же не можем сегодня дышать, а завтра не дышать. Нет, мы постоянно нуждаемся в этом. Так и здесь душа постоянно нуждается в правильной молитве. То есть постарайся, человек, сделать так, чтобы молитва в тебе была, и чтобы душа у тебя была живой. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова